Наталья Коваленко, наставник с большим 20-ти годовым стажем, практически весь этот час працавала у Каплиской средней школы, зараз выкладая у соседней Шийской. В минулом году школу у ЕЕЕ вёсты закрыли по причине аварийного стану. По заключению специалистов, которые обследовали будинок, дровляное перекрытие, установленное еще в 50-х годах в минулого 100-го года, на 80% по школе ЖУК Карает. Для коллектива школы это оказалось полной нешикарностью. Вы знаете, столько лет проработать в школе, и закрыли, и как можно воспринять? Конечно же, со слезами, переживали очень сильно. Это же родная школа, я там всю жизнь проработала, получается. Утым, что займаться у Каплиской школы небеспечно, может переконаться практически каждый, в день приезда с дымочной группы обвалилась еще частка столи, ЕЕ рыжки добробаченные на подлозе. Трапить у аварийный будинок школы сегодня немогчимо, и по великим рахунку не вельми хочется. ЕЕ столь может обвалиться в любой момент. Выжить при такой надзвучайной ситуации на враче отримается. По заключению специалистов, для того, чтобы снова начать занятки, необходимо провести капитальный ремонт будинка за лимитами модернизации, в соответствии с современными нормами. На справе это значит, что необходимо перерабить столь, усместить подморок, побудовать столовую и спортивную залу. По одеющих ранее нормативах, в этой будинке обоясковыми на территории школы не были. Прикладный кошт такого проекта – 8 миллионов рублей. Для поравнания, на такие сродки можно проводить ремонт усих установ адукации Калинкевского района на протягу приклада 20-ти годов. Хоть участковое решение еще не принято, по куль в аварийной школе отключили отопление и размирковали по инших установах частку майомости. На отопление же мы отключили, все это воду слили с батарей, поэтому где-то что-то на Шиичи мы давали, компьютеры, все это, это же они не сохранятся у сырости, это же техника, поэтому передали. И наши дети в шиитскую школу пошли, поэтому туда. Ну, мебель, столы, парты, стулья – это то, что им не хватало, мы отдавали, передавали по накладным, все. Что отличается детей, то пожадания батьков их размирковали по школах трех ближайших вёсок, за организацией штудионного подвоза на автобусах. Тудыш перевели и наставников. Сирот плюсов такого перевода у районном отделе адукации называют социальную адаптацию детей, которые теперь контактуют с большей колькостью своих одногодков, а так само максимума займаться у гуртках по интересах, чего ранее не было. Дети во время должны были перейти в другую школу, потом необходимо было провести экспертизу и потом принимать решение уже. Что дальше делается этой школы, поэтому процесс идёт, но процесс не скорый. Процесс продолжается сегодня. В ретях процессу гэта пропросовка вариантов, откатя у каплячах початковой школы. Гэтым займается зараз Министерство адукации. Об реконструкции середней школы размыва по коль не идем. По-перше, необходимых сродков зараз нема. По-другое, демографичная ситуация. Селета на территории усяго каплячского сельсовета народелось только трое детей, а прочатого семьи 26 каплячских школьников пободовали жилье у Калинкевича с перспективой переезда у райцентра. Для того, как подлетки знашли себе заняток у своей вёссы после завершения уроков, при мясовом детяжем саде открыли покой школьникам, а прочатого тут працует спортивное залом. Для информования Версковцев о примаемых мерах, каждый месяц у каплячах проходят батьковские сходы. По Уресе ситуацию необходимо оценивать реально. За опущенные 20 годов у Беларуси обвалились два школьные дахи, что привело до гибели детей. Допустить еще один такой факт будет злочинством.